Мошенники не дремлют, не устают повторять сторонники партии «Единая Россия». В последнее время участились случаи неправомерных действий в отношении пожилых людей. Именно эта категория населения более доверчива и, как правило, уязвима. У нас сейчас пошла волна таких мошеннических случаев именно у нас в Подмосковье. Будьте осторожны, делайте такие-то шаги, предпринимайте такие защитительные меры, чтобы вы могли обезопасить себя от нехороших людей, от мошенников. В ходе семинара заместитель председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ирина Говоронская рассказала о наиболее распространенных способах мошенничества, с которыми сталкиваются пенсионеры по всей стране. Мошенники зазывают наших пожилых людей в торговые центры, предлагают им какие-то там маленькие подарочки, знаете, магнитики, презентики, приходите, и будут вам призы за бесплатно. А в итоге пожилые люди там их обрабатывают, психологи обрабатывают, и гипнотизеры обрабатывают. Они выходят из этих торговых центров, и у них в руках кредитные договоры на огромные суммы. Мошенничество бывает двух видов – дистанционное и контактное. В первом случае старикам звонят фальшивые сотрудники банков и просят, например, пароли от карт или лжеполицейские, требующие денег за освобождение якобы задержанного родственника. Во втором случае к одиноким пожилым людям приходят прямо в дом. Это могут быть и псевдогазовики, продающие новое оборудование, и торговцы чудодейственными лекарствами. И это лишь немногие способы мошенничества. Поэтому нашим пенсионерам стоит быть очень бдительными и обязательно рассказывать обо всех подозрительных визитерах близким. Разъяснять обязательно надо людям. И все равно, даже если вы говорили, через какое-то время, обязательно все равно надо собирать людей, все равно напоминать. В завершении семинара участникам вручили памятки с информацией о том, как не стать жертвой искателей легких денег. Встречи в рамках партийного проекта «Сторонники против мошенников» на территории Одинцовского городского округа будут продолжены. Мария Шматкова, Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...